Реально где-то дней 10, я 100% вообще просто первые 5-6 дней я вообще целыми днями как-то такая была очень уныла, а потом как-то от понарастающей вроде нормально все. Привет из-за фы, мама как? Мама хорошо, спасибо большое. Так, вы знаете, теперь мне Наташка хочется позвонить, больше чем сидеть в эфире. Так, окажите, давайте сидим в своей комнате. У меня тоже был информационный детокс. Ну, кстати, это неплохо. Давай русский, жестовый язык. Я не знаю, во-первых, язык жестов, он, по-моему, насколько я понимаю, он на весь мир один. Вот, и, к сожалению, я, кстати, хотела бы выучить язык жестов, это достаточно интересно, но я кроме... Вот это, по-моему, спасибо. Или вот так спасибо, я не помню. Вот, кроме спасибо и уже ничего не помню. Так, когда мама... Слушайте, мама вроде как планирует приехать в августе, если я не ошибаюсь, было бы, конечно, замечательно, я была бы очень рада. Всем приветик. А что, Бет? Мам, дождь закончился. Дождь закончился? Да, пойдем гулять. Не, мы пойдем попозже гулять. Давай часа 8.39 вот так. Когда ты закончишь это? Нет, я сама тебе скажу, когда мы пойдем гулять. Когда ты вот это закончишь, правильно? Так, у меня скоро родится дочка первая, я решила назвать ее Бетти, я хранила это имя с того момента, как услышала его от вас. Спасибо большое. Видишь, Беттика, ты на... Да. Девочка хочет назвать... Слушай, Наташа, она с этим Тукачу спит просто, ты мне скажешь, я говорю, убери его, у меня он мешает, потому что он же большой, огромный на кровати. Я без него спать не буду, она просто не целыми днями спит, а? Да. Спасибо. Вот тетя Наташа ему там передает привет. Привет, тетя Наташа. Все, иди всем делами занимайся, не надо садутся, стойте, а приедем девочку. Я хочу с тобой быть. На очереди Гуся. Гуся, не Гусь. Я тебе говорю, он просто лежит, и... Ой, Бетти, я сейчас упаду, ну что ты делаешь? Давайте с тобой... Это Пикачу вот такого вот размера, я лежу, Бетти, она вот так вот лежит просто поперек. Это Пикачу, я говорю, иди сюда вместе со своим Пикачу. Она говорит, нет, я никуда без Пикачу не пойду спать. Ну, я красавица. Когда ты постоянно все рассказываешь про Пикачу? Ну, потому что это Наташа тебе подарила Пикачу, ей приятно будет, что ты с ним спишь, что он тебе очень нравится. Сначала ты из ее костюма не вылазила, Пикачушного, а теперь с этим... Я буду так же спать с Пикачу с джамой, с моим Пикачу-игрушком. Ты мой слава. Стучи! Бетти, у тебя сил просто пипец. Я могу стелеть, являть... Спасибо, ты меня чуть не задушила. Очень, пожалуйста, жестовый язык, говори спасибо. Спасибо, тетя Наташа! Да? Угу? Спасибо, тетя Наташа! Да, она уже услышала, она тебе уже ответила о том, что я просто плохо вижу. Что это такое? Вы... отойди. Вы сломали. Да, ты уже сломала уже сегодня все, что можно и нельзя. Иди, иди в айпад-пись, иди, я сейчас тебя позову. Угу. А дай мне кулон. Нет, да. Так, что у нас на ужин сегодня? У нас сегодня уже что будет? А мужик с мужем ел? Конфеты. Купи конфеты. Я ела салат. А Бетти у нас что ела? Пельмени. Пельмени. Не-не-не-не. А дай кулон. Дай кулон. Я дам. Дима, дождай, поговорю. Дай кулон. Иди, пожалуйста, Альяна. Дай кулон. Ты не слышишь, что я тебе сказала? Да, кулон слышала. Вот, где-то Дмиташ написала спасибо, что ты ждешь. Иди в комнату. Значит, мы не пойдем гулять. Надо меня слушать в первый раз. Как только я сказала, надо сразу делать. Так, если я хожу подряд, все тогда, ладно, я сейчас тоже сейчас быстро попрощаюсь со всеми, говорю и к тебе. Так, а в отношениях ли я? В отношениях ли я, вы знаете, вот мы с моим молодым человеком расстались, разошлись, я так понимаю, не так понимаю, а так и есть, вот где-то две недели назад. Вот, поэтому я не в отношениях. Так, когда в Монако? В Монако не знаю, когда я поеду, но, кстати, хотелось бы, конечно, поехать, но пока есть непредвиденные обстоятельства, по которым я ничего не знаю. Вот, поездок. Грузия, большой привет. Кстати, безумно хочу в Грузию, очень-очень скучаю. Я, на самом деле, была в Грузии раза три всего лишь, четыре в жизни, но очень хочу в Грузию. Прямо в последнее время меня очень стало тянуть, я бы даже, может быть, туда рассмотрела переезд. Так что, Сак, Артелла, искал мальчис. Ах, нельзя, может быть, куда-нибудь сегодня поеду, накрашусь. Видите, у меня, кстати, веснушки повылазили. Я так рада. Я даже не перекрываю, потому что они мне очень нравятся. Так, открыли, да я знаю, что открыли. Ну, я не знаю, мама прилетит уже, оттуда будет ясно. И так рада, я специально хожу в солярию, чтобы у меня вышли веснушки. Потому что они у меня зимой вообще много пропадают. Мне часто говорят, как-то убрала веснушки. А на самом деле, они у меня никуда не уходят, они у меня летом появляются, либо от солярия, либо от времяпровождения на солнце. И у меня было такое белое лицо, мне так не нравится. Мне очень нравится, наоборот, когда у меня вот эти все штучки на лице. Ну, мне нравится. Да, я без фильтра. Но у меня нет никакого фильтра сейчас. Зубы у меня сами по себе белые, потому что это винир. Блядь, столько тупых вопросов, которые я вообще не понимаю. Тебя ебет? Зачем мне линзу? Просто, блядь, извиняюсь за выражение. Блядь, потому что у меня зрение, нахуй, минус 6. Так, молодой, выглядишь, какие процедуры... Слушайте, я на самом деле особо ничего не делаю. Я долгое время колола себе биорепарацию. Такая... Ты знаешь, когда папа лами колен. Мне очень сильно нравилась эта история. Но сейчас вышла такая штука, она называется ультрафарма, ультраформер. Я забыла. Просто моя Наташа недавно делала, подруга. Мне очень понравилась. Это безинъекционная история, то есть, аппаратная. И я вроде как на вторник записана. И вот пойду на эту процедуру. Потому что у меня первый раз в жизни появились какие-то вот такие штучки. Ну, я их особо нету, видите, вот такого. У меня раньше такого образа не было. Слушайте, ну, конечно, я молодая выгляжу. Мне кажется, я весь молодая. 30 лет это же немного, нет? Или это много? Мне кажется, что нет. Мне кажется, 30 лет это вообще-то мало. Хотя кое-кто мне назвал взрослой женщиной. У меня было так удивительно. Мне кажется, я не взрослая женщина. Блядь, Марина, тебя вот ебет. Мне вот просто интересно. Вот тебе, блядь, какая разница? Да, я без фильтров. Я не особо накрашенная. Видите, у меня не перекрыт тон. Видно все веснушки. Ультраформер. Вот, ультраформер я хочу сделать себе. Меня вроде как записали на вторник. Будет очень интересно. Что будет? Какой результат это даст? Ну, все, конечно, это потрясная штука. Но я первый раз увидела вообще на своей подруге. Мне очень понравилось. И тем более это без инъекций все. Мне очень интересно, как это вообще, что она у меня сядет. Спасибо большое. Девочки, Фара, Элини, спасибо большое. Спасибо большое. Мои привет из Дагестана. Дагестан, привет. Ты красавица без фильтра. Спасибо большое. Очень красиво. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Очень приятно. Так, без фильтра все. Слушайте, ну, и без фильтров, естественно, люди другие. Но, с другой стороны, как бы есть и макияж определенный. Есть, когда я глаза намного ярче, в принципе, крашу. Тональник у меня нет сейчас. Нет, у меня есть тонкий тон. Но и то не то, а вот здесь вот уголки вот эти. А так в целом, обычно, что как бы целый марафетт, это тоже есть определенный как бы макияж, косметика. Ну, а в последнее время у меня что-то перестали нравиться всякие фильтры. Мне кажется, что реально намного лучше без вот этой всей истории. Тата, тебе не нужен фильтр. Ты прям как модель с веснушкой. Спасибо большое. Очень приятно. Так, смотри, на африкантовой будем встречаться. Тата, слушайте, я не знаю. Напишу ей сегодня, может быть, встретимся, почему нет. Так, с Ириной Пинчук я не общаюсь, но я знаю, с ней не дружили. Домашних животных у меня нету, вот. Но очень хочу себе завести собачку, мальтипу, безумно хочу. С одной стороны, очень хочу, во-первых, короче, у Бетти скурдин рождения. Вот. Секунду, блин, а где моя курилка? Короче, у Бетти скурдин рождения. Ей исполняется 6 лет. И она безумно хочет собаку. И, конечно же, я допускаю такой момент, что куплю эту собаку ей. Но я не знаю, готова ли я вообще на всю эту историю. Потому что все-таки собака — это большая ответственность. Вот так. Не знаю, короче. Ну, конечно, для нее это большая мечта. И ты, тем не менее, такой возраст уже ослабленный. Она, наверное, была очень счастлива. Ну, блин, я не знаю. Ну, наверное, 80% того, что все-таки я приобрету ей этот подарочек. Но я понимаю, что я не ребенку покупаю эту собаку, в первую очередь. Конечно же, себе. Потому что мыть, купать, кормить, гулять, естественно, это все буду я, а не Бетти. Нужно как бы отдавать себе отчет в этом. И я пока не понимаю, могу ли я на себя взвалить это. Но, конечно, иногда у меня тоже есть такие чувства, что мне как-то немного хочется. Не знаю. Вот. Поэтому это такая история двоякая. Слушайте, почему-то у меня на турочке... У меня вообще не было. Ладно, буду. Вы знаете, я нашла позапрошлом году, мы шли с Беттичкой из садика, и я нашла пятерых котят на улице. Естественно, мы их всех забрали домой и всех раздали в Инстаграме. И одну кошечку оставили себе. Так эта кошечка столько сразу, блин, я, блядь, через две недели от нее избавилась. Я сказала, что... Дочка называла ее Няу. Тогда Бетти очень плохо разговаривала. Это было, ну, года три, наверное, назад. Ей было, ну, только два с половиной. И... Эта кошка постоянно ходила в туалет. Она меня очень раздражала. Постоянно ходила в туалет. Мне постоянно надо было убирать этот лоток. Я так подумала, что если бы я так сильно любила говно убирать, я бы, блядь, уже в зоопарке бы работала. И я решила сказать, Бетти, что Няу нашла свою маму. И тоже отдала этого котенка. Ну, это как-то так. Так, ладно, товарищи, мои любимые, дорогие. Слушайте, ребят, я там... Вчера случайно выставила видео. Сейчас, подожди. Вчера случайно выставила видео. Я думала, что в сториз выкладываю. А ну, что-то совсем там не набрало ни лайков, ни комментариев. Можно вас попросить... Прокомментируйте только последнее, она самая. Я такая, вон, отворачиваюсь. Я помню, как-то... Ну, вот никаких животных, поэтому... Ну, я сейчас сама, честно говоря, хочу. Ребят, я не знаю, из их жестов, я просто знаю пару этих... Две, два движения. Блин, как мне нравится мой маникюр. Вы просто себе представить не можете. Так хорошо мне сделали. У меня был красный лак. Просто я, кроме этого цвета, никогда ничего не делала особо. Ну, было там пару из моей жизни, это было, ну... А сейчас... Я целых две недели ходила с красным лаком. И, Господи, как будто... Вот это мои руки с красным, как будто чужие женщины какие-то руки. Еще какие-то старые бабки, если честно. Не люблю красный лак. На короткие ногтях мне нравится. Но, опять же, не на себе. А вот на такой медальной форме, мне кажется, это устремлено было. Ну, так мне очень нравится. Так, ладно, я буду сейчас звонить Наташе, короче. Я вас, если не затруднит, поставьте мне там комменты, пожалуйста. Вот. А я поскакала. И, кстати, может быть, сегодня устроим вечерний эфир с вином. Но я пока не уверена. Вот. Пока не уверена. Но было бы неплохо. Ой. Могу застегнуть. А, у меня сегодня как-то 6% на телефоне. Поэтому я вас всех люблю. Всех целую. Спасибо вам большое, что вы со мной. Спасибо за... Давайте какую-то, может, тему разговора к вечернюю выберем. Или уже вечером разберемся. Всем пока. Так. Так. Продолжение следует...